Михаил Феклисов необыкновенно полезный телезритель. Пока мы любопытны, но такие занятые, что буквально живем в редакции, чтобы радовать вас самыми лучшими новостями, этот активный молодой человек постоянно путешествует. И самое главное, делится с нами информацией. Итак, сегодня с рубрикой «За кольцом» мы отправляемся на Кольский полуостров, в город Петчинга. Смотрим сюжет. За полярным кругом, у северной границы нашей страны, в 70 километрах от Норвежского королевства, затерялся небольшой поселок Петчинга. Стоит он на одноименной реке, несущей свои кристально чистые воды по каменистому руслу прямо в Баренцево море. Летом здесь полярный день, и солнце даже ночью не скрывается за горизонтом, позволяя любоваться красотами севера круглосуточно. И хотя повсюду много комаров, которые нудно гудят и больно кусаются, ты забываешь обо всем, видя перед собой такую красоту. А если приложить немного усилий и подняться, например, вот на эту сопку, какие просторы вокруг, и море совсем рядом. Но Петчинга интересна не только природой. Здесь несет духовную службу самый северный в мире православный монастырь. И хотя сейчас обитель представляет собой небольшой деревянный храм, чудом сохранившийся до нашего времени, но этот небольшой храм имеет уникальную, богатую историю. Трифонопеченский монастырь был основан в 1533 году преподобным Трифоном. После его смерти монастырь был разорен шведами и возродился лишь в конце XIX века, быстро став не только духовным, но и общественным центром края. Второе возрождение монастыря произошло 9 лет назад, но до былого богатства ему пока далеко. Через дорогу стоит памятник воинам, отдавшим свою жизнь за нашу свободу в годы Великой Отечественной войны. О Великой Победе напоминает танк Т-34. Если пройти дальше, через поселок, по центральной улице, к Петчинскому шоссе, пересечь по мосту небольшую речку, можно выйти к немецкому кладбищу. А если пройти еще дальше, можно выйти прямо к бескрайнему морю. Красота! Природа Кольского полуострова своеобразна и разнообразна. И хотя добираться сюда далековато, оно того стоит.